Сегодня в Государственном музее Заповеднике Царицыно проходит традиционный летний праздник День истории Царицыно Посвящен он 290-летию со дня рождения Екатерины II Российской императрицы Без которой не было бы ни парка, ни музея, ни самого названия Царицыно Несмотря на ненастную погоду утром Часть мероприятий проходит на территории парка На Большой Поляне организован музыкально-поэтический пикник С перформансами и концертами Где найдется место фольклору, академической музыке или джазу В Большом дворце откроются две весьма интересные выставки В рамках проекта выставка одного портрета Будет представлено полотно работы Дмитрия Левицкого Портрет Екатерины II с Георгиевской лентой И Екатерина Великая к 290-летию со дня рождения В экспозиции которой уникальные портреты императрицы Из исторического музея, Третьяковской галереи, Государственного эрмитажа и других музеев На фестивальной поляне у Большого дворца Проходит литературно-музыкальный пикник Посвященный разным эпохам в истории Царицына Среди участников значится группа «Ходила изба» Которая в своей музыке соединяет русский фольклор с хип-хопом и электроникой Вокальный дуэт «Фудотос» и петербургский музыкант Руст Позюмский Исполняющий барочную музыку начала 18 века А также пианист Евгений Анучин и оркестр «Симфужиум» Они представят произведения Моцарта, Брамса, Листа и собственные сочинения Специализированные под музыку середины 19 века Джазовая певица Полина Касьянова и трио-гитариста Дмитрия Купцова Подготовят программу в стиле джаз-мануш Европейского направления на стыке цыганской песни и классического джаза Также посетители ждут интерактивные экскурсии, мастер-классы Популярные у молодежи квесты и многие другие события Погода не остановила довольно внушительное количество москвичей и гостей столицы Которые приехали сегодня в Царицыно И я уверена, они об этом не пожалели С вами была Инна Светлова Специально для агентства «Медиатаймс» и телеканала «Шанс» Субтитры создавал DimaTorzok В выставочную программу «Дня истории Царицыно» входит проект-выставка одной картины В которой представлено полотно Дмитрия Левицкого «Портрет Екатерины II» в Георгиевской ленте Дмитрий Григорьевич родился в 1735 году в семье священника Левицкого, известного также как художник-гравер Около 758 года Левицкий приехал в Санкт-Петербург, учился в Императорской академии Впоследствии стал профессором академии Уже в ранних работах он показал себя первоклассным мастером парадного портрета Способного найти выразительную позу и жест, сочетать интенсивность света с тональным единством и богатством оттенков Среди его работ портреты купца и оценщика Сиземова, промышленника Демидова, Екатерины II, Дэнни Дидро и других известных современников У нас очень большая музей Царицыной экспозиции, она занимает пять залов Там представлены все основные предметы, которые есть у нас, предметы именно 18 века Большая часть предметов музея-заповедника это портретный ряд Это портреты непосредственно самой Екатерины, это и портреты Павла Для меня, наверное, одним из самых ценных предметов является бюст Екатерины II, предоставленный нам из Государственного Эрмитажа Из авторов там присутствуют и Рокотов, который был предоставлен нам из Государственной Третьяковской галереи У нас есть предметы из Государственного исторического музея Рыбинский музей-заповедник, небольшой провинциальный музей, предоставил нам работу неизвестного художника Проверить изображение Бобринского, незаконнорожденного сына Екатерины, да, и графа Орлова Которая тоже представлена, здесь можно ее увидеть Работа Левицкого Екатерины II с Георгиевской лентой будет в нашем Екатеринском зале до конца января Переэкспозиция нашей, основной экспозиции тоже будет в конце января Но основные предметы нашего музея-заповедника, безусловно, останутся и просто будет произведена замена экспонатов И в этом году нам впервые в истории не только музея-заповедника Царицына, но и в истории нашей страны Приехали, как я поминала, с Георгиевской лентой кисти Дмитрия Левицкого Это проект, которого мы ждали месяц в год, мы готовили весь этот год И хотели всех нас и вас поздравить с тем, что эта работа приехала к нам именно к Дмитрию Левицкого Сегодня мы открываем целых две выставки Выставку одной работы Екатерины с Георгиевской лентой И изменение нашей основной экспозиции, которая тоже, безусловно, посвящена нашей главной героине И нам очень приятно, что идея выставки, выставки одной работы по привозу Екатерины с острова Мальта Она нашла горячую поддержку на острове Мальта И я с огромным удовольствием хотела бы передать слово господину Кармелу Абелу, министру иностранных дел для развития торговли Республики Мальта Участвовать в создании истории – уникальная возможность Но когда это участие совпадает с возможностью укреплять дружбу между народами, делать доступным культуру и национальное наследие Способствовать взаимопониманию двух стран – это становится миссией И это то, что мы делаем сегодня, в Царицину Музею Резервы На моем первом официальном посетке в Москву, как военно-первых министром Мальта Мы на миссии, чтобы восстановить нашу годы старую францию Именно поэтому я сегодня здесь, в Музее заповедения Царицы Это мой первый официальный взгляд в Москву в качестве министра иностранных дел Мальта И наша миссия здесь – возобновление многовековых дружеских отношений Действительно неоценимую помощь в создании этого проекта нам оказало посольство Республики Мальта в Российской Федерации Я бы с большим удовольствием хотела пригласить на эту сцену господина Пьера Клайва Аджикса Чрезвычайного и полномочного посла Республики Мальта в Российской Федерации Которому мы особенно благодарны за поддержку в течение этого года И за поддержку в поиске партнеров, и за поддержку в привозе У нас, дорогие коллеги, был очень долгий путь путешествия, работы До момента размещения ее в нашем кафеинском зале Все, что осталось для меня, я буду ждать, чтобы видеть, как красиво она выглядит Но, в самом деле, это было жизнедеятельность Я думаю, что мы должны понимать, как много мы в этом инвестились Мы стали друзьями И в конце дня мы знаем ее Как будто мы работали с ней Я просто хочу сказать, что это был проект, который мы сделали по большой любви И мы стали большими друзьями, пока готовили этот проект И у меня есть ощущение, что мы как будто бы лично знакомы с Екатериной Спасибо большое Руководители международной компании «Коринзия» Благодаря которому и была осуществлена реставрация Екатерины с георгиевской лентой Я приглашаю сюда господина Саймона Науди Уважительное отношение к культурному наследию и миссия возвращать архитектурное величие в современную жизнь является основой нашей философии и принципов ведения бизнеса Я с удовольствием предоставляю слово И это очень важную роль в укреплении дружеских связей наших стран В России и в Мальтийской Республике И вот я хочу сказать, что буквально год назад, когда мы обдумывали этот проект И пришли в это, вот говорили, что будут из Третьяковской галереи произведения, конечно, из орнитажа Как хорошо какой-нибудь провинциальный музей поделиться своими запробищами Чтобы, ну, что-то малоизвестное, но все равно это известно в России И вот когда мы вошли в этот зал, я сказала, а какая бы была замечательная акция, что ли, такая культурная Если бы мы привезли этот уникальный портрет с острова Мальты И, ну, так вот, моя мечта, идея И просто вот я не ожидала, что она будет осуществлена Спасибо, Елена Борисовна Ну, как я говорила сегодня на открытии Действительно, о том, что Екатерина Сберговская лента хранится на острове Мальта Нам сказала наш главный куратор Людмила Алексеевна Маркина И мы тут же поехали на Мальту Для того, чтобы непосредственно удостовериться в том, где и как находится эта работа Мы видели то, что она хранится, ну, даже не хранится, экспонируется в одном из самых центральных залов В президентском дворце, да И она находится еще в окружении других великих представителей, я бы сказала, и мира, и рядом с великим магистром И в зале, где проходят основные заседания Верховного Совета сейчас острова Мальта И мы были очень рады, что и само правительство острова Мальта, и непосредственно посольство острова Мальта в Российской Федерации Очень активно откликнулось на наше предложение и тут же поддержало эту идею И никаких, я бы сказала так, организационных вопросов, связанных с тем, каким образом мы ее повезем, практически не было Мы установили партнерские отношения с National Heritage острова Мальта Дорогие коллеги, которые присутствовали здесь непосредственно при распаковке и при размещении самого портрета Вот буквально уехали день назад И сами представители National Heritage сказали нам о том, что работу необходимо отреставрировать И тут же, мне кажется, все заработало как часы Безусловно, мы долго проговаривали момент транспортировки работы Потому что мы понимали, что с острова вывести такую крупную работу непросто Но есть еще одна, скажем, тайна или легенда Нам рассказывали о том, что эту работу в свое время хотел привезти в Россию Михаил Сергеевич Горбачев Ему, к сожалению, это не удалось уж И говорили о том, что именно по организационным причинам Сейчас, конечно, мы этого достоверно зафиксировать не можем Но понимая, каким образом строилась сама транспортировка Мы понимаем, что это было непросто Потому что работа действительно ехала сначала на пароме Потом она перемещалась грузовым автотранспортом Потом она, собственно, прилетела к нам уже непосредственно самолетом И здесь был еще целый процесс растаможки Что, собственно, для музеев уже, наверное, дело привычное Но то, что она перемещалась тремя видами транспорта Это тоже было отдельное приключение И мы его очень точно фиксировали И фактически каждый день Всеми сотрудниками, кто участвовал в этом процессе Фиксировали таким образом, где находится работа Но что важно сказать, что для нас и приезд работы Екатерины И выставка, ну не выставка, а наша основная экспозиция Которую мы сегодня показываем Это две связанные вещи Потому что мы фактически показываем Екатерину в нескольких лицах Здесь у нас Екатерина с Георгиевской Олентой и Кистина Дмитрия Левицкого В нашей основной экспозиции представлены изображения Екатерины из нескольких музеев И нам хотелось показать Екатерину разную И Екатерину как человека И Екатерину как мать И Екатерину как реформатора И Екатерину как дипломата И наша основная экспозиция выстроена именно по такому принципу И нам кажется, что наш зритель это увидит Субтитры создавал DimaTorzok Потому что для нас кажется важным Для нашего посетителя показать, чем ценен этот дворец Нам важно показать и рассказать об Екатерине и эпохе ее правления Поэтому, конечно, мы помимо временных выставок создаем постоянные экспозиции У нас есть много временных выставок с нашими партнерскими музеями В частности, вот сейчас проходит выставка К нам приехал Петергоф И целый Екатерининский дворец Монт Плезира И эта выставка у нас будет в течение двух лет И наши дорогие посетители смогут также на нее посмотреть Все, что связано с Екатериной Мы, наоборот, сейчас готовим реэкспозицию Новую концепцию, посвященную Екатерине Развивая эту линию Потому что нам кажется, что в Москве Так много мест, где рассказывается об эпохе правления Екатерины Мы все-таки считаем ее великой императрицей И нам кажется, очень важно раскрыть весь период ее правления И более внимательно, детально рассказать о всех тех реформах О всех тех изменениях, которые произошли в ее период Поэтому мы скорее нацелены сейчас на расширение всего, что связано здесь непосредственно у нас в музее-исповеднике А потом уже, может быть, о каких-то поездках и транслировании этого опыта на другие музеи Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok